В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В ограниченном формате Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию. Финальные штрихи депутаты отсудили корректировки в бюджет Сарова на этот год. Весело и с пользой, молодежный центр представил программу на новогодние праздники. Далее расскажем обо всем подробно. О коронавирусе, поддержке граждан и бизнеса, отношениях с другими странами Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию. Президент подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов. Подробности далее. Отвечая на вопрос о том, как повлияла пандемия на российскую экономику, Владимир Путин отметил, что она остается устойчивой. Рост ВВП за год составил 4,5%. Снизился уровень безработицы, а увеличение реальных доходов россиян за вычетом инфляционных расходов специалисты ожидают на уровне 3,5%. Но есть и печальные последствия пандемии. Снизилась продолжительность жизни россиян. Владимир Путин подчеркнул, что коллективный иммунитет в стране составляет всего 59,4%. И ответил на вопрос одного из журналистов о том, стоит ли вводить наказание для тех, кто отказывается вакцинироваться. Думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Также на пресс-конференции звучали вопросы об отношениях России с другими странами, о развитии территории, где выделяют участки многодетным семьям, срывах сроков начала отопительного сезона, расселения аварийного жилья и демографии. Все наши действия, в том числе в период пандемии, были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год, выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. Были на конференции и личные вопросы о спортивном режиме президента в период пандемии, недостатке общения и отпуске в Сибири. Также один из журналистов спросил у Владимира Путина о его отношениях с Дедом Морозом. Мои отношения до сих пор строились благообразным образом. И я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность. И надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов. 17-я ежегодная пресс-конференция продлилась почти 4 часа. Владимир Путин ответил более чем на 40 вопросов. Культура, образование, городское хозяйство. В главный финансовый документ Сарова на этот год вносят финальные корректировки. На очередном заседании планово-бюджетного комитета народные избранники выслушали доклад директора Департамента финансов Юлии Альшиной. Основные изменения в главном финансовом документе города связаны с поступлением средств из областного и федерального бюджетов. Например, субсидии на реализацию нацпроекта «Оздоровление Волги». Расходы по нему уменьшились на 230 миллионов рублей. Также в казну города поступили средства на поддержку отраслей культуры. Она увеличена в целом на 369,2 тысяч рублей. Связано это с увеличением субсидий на поддержку отрасли культуры. Также по программе предусмотрены незначительные изменения, которые не ведут к изменению в целом по финансированию программы. Уменьшены расходы на мероприятия и увеличены расходы на приобретение новогоднего оформления для парка культуры и отдыха им. Незернова. Финансирование программы образования увеличили на 7,5 миллионов. Связано это с увеличением субвенций из областного бюджета для дошкольных и общеобразовательных учреждений. Сократили выплаты из областного бюджета на капремонт детского сада номер 45. Уменьшено бюджетное сигнование в сумме 349,1 тысяч рублей за счет субвенции областного бюджета на исполнение полномочий по образованию в частных образовательных организациях. Уменьшено бюджетное сигнование на 636,1 тысяч рублей за счет субвенции на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями. Финансирование программы городское хозяйство уменьшили на 28 миллионов на строительство улицы Чекалова в связи с переносом сроков работ на следующий год. Право в срочном порядке блокировать сайты с информацией, которая оправдывает экстремизм и терроризм, получат генпрокурор РФ и его заместители. Соответствующий закон приняла Госдума. Также теперь можно будет без суда закрывать доступ к сайтам о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации и других документов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума запретит списывать социальные выплаты в счет долгов по кредитам. Ранее депутаты уже приняли законы, которые запрещают взыскивать долги, например, с пенсии и алиментов. Кроме того, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь эти меры распространили на единовременные социальные выплаты. Норма будет касаться как разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, так и других видов социальной помощи. В том числе новых пособий беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. КБ-50 опубликовала график работы в праздничные дни. В поликлинике номер 1 31 декабря будут работать ковид-бригады. 2 и 6 января участковые врачи-терапевты, в том числе ковид-бригады и хирург. 4 и 8 января участковые терапевты, а также ковид-бригады, хирург, травматолог, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, отториноларинголог. Также будет работать прививочный кабинет. В поликлинике номер 2 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января будут работать участковые врачи-терапевты, в том числе ковид-бригада. 4 и 6 января – прививочный кабинет. В детской поликлинике 2, 4, 6 и 8 января будут работать участковые врачи-педиатры, в том числе ковид-бригады. Также можно будет вызвать доктора на дом. 3 и 6 января стоматологическая поликлиника будет работать по субботнему графику с 8 до 13 часов. 31 декабря, 2, 4, 5, 8 и 9 января с 8 до 13 часов граждане смогут обратиться за помощью в стоматологический кабинет в больничном городке. КБ-50 обращает внимание граждан на то, что вакцинация проводится независимо от прикрепления конкретной поликлиники. Спектакль «По следам снежной королевы», встреча «Литературная гостиная», «Разминка. Зарядись новогодним настроением». Молодежный центр приготовил для саровчан цикл мероприятий. Проходить они будут как в канун Нового года, так и в январские праздники. Подробности далее. Очный формат постепенно возвращается в нашу жизнь. Молодежный центр предлагает прочувствовать атмосферу новогоднего волшебства, окунувшись в мир прозы и поэзии. 29 декабря состоится праздничный новогодний концерт «Дыхание зимы», который пройдет в формате литературной гостиной. В этом году был опубликован литературный поэтический сборник «Разные миры», в который вошли работы наших участников, нашего клуба, проза и поэзия. И у зрителей будет возможность познакомиться с поэтическим сборником. Ребята почитают стихотворения и отрывки из своих произведений. Начнутся новогодние каникулы в молодежном центре уже совсем скоро. Эвент-команда приготовила для молодых семей города новогоднее представление по следам снежной королевы. Возрастное ограничение 6+. Уже 31 декабря в 10 часов утра приглашаем вас в нашу группу, официальную группу молодежного центра ВКонтакте на зарядку «Зарядись с новогодним настроением», чтобы в Новый год все вступили бодрыми, веселыми. Также 2 января мы приглашаем вас поучаствовать в онлайн-викторине, онлайн-квиз для всей семьи. 4 января для подписчиков также проведут викторину о здоровом образе жизни «Формула здоровья». К концу новогодних праздников клуб общения «Лотос» приглашает молодых людей с ОВЗ принять участие в акции «Гладь, корми, люби», которая пройдет в контактном зоопарке. 5 января у нас состоится сноу-пати в ритме Нового года. Мы приглашаем активных, позитивных молодых людей принять участие в нашей конкурсной программе, в наших новогодних посиделках. Мы будем выполнять и готовить для них творческие задания. Дополнительную информацию о новогодних мероприятиях можно узнать по телефону 99-118. Нарядная елка, праздничный стол и фейерверк – непременные атрибуты встречи Нового года. Но то, что приносит радость людям, может нанести вред здоровью домашнего питомца. О том, на что нужно обратить внимание владельцам собак и кошек, расскажем в следующем репортаже. Новый год не за горами, а это значит, что многие люди закупаются фейерверками, салютами и петардами. Не задумываясь о том, что пиротехнические представления для четвероногих питомцев – большой стресс. Услышав громкий звук, некоторые собаки сбегают от хозяев и теряются. Опытные собаководы уже точно знают, что в период новогодних праздников пушистых друзей нужно водить на поводке и надевать на них ошейник с адресом и номером телефона. В момент тогда, когда она испугалась, побежала, неважно чего, фейерверка или еще чего-то, собака не слышит вообще ничего. Поэтому она несется, и когда она выйдет из стресса и проснется непонятно, где она водит, она не поймет. Поэтому тут же идут потери. Что и происходит у нас, что мы видим в чатах во всех потери собак. Поэтому адресники и собаки на поводке. И стараемся гулять в тот момент, когда поменьше салютов. Важно помнить о своих питомцах и наряжая елку. Если дома есть кот или собака, под запрет попадают мишура, дождик и даже гирлянды. Если бы мы уже ставим елки, значит мы без всякой мишуры и без всяких бьющихся игрушек. Игрушки тоже, понятно, бьющиеся, чем это все грозит. Электричество тоже понятно. Я не уверена, что, например, тоже опять же по своим посмотреть. Я своих не уверена, что они не перекусят провод от лампочек или еще чего-нибудь не сажат. Или я приду домой, а у меня елка валяется внизу. Также Светлана Романова напоминает всем хозяевам, что нельзя кормить четвероногих праздничной едой со стола. Никаких салатов, сосисок, шашлыков, копченостей и другой вредной пищи. Мы едим отдельно, собачка ест отдельно. Собачке можно купить, я не знаю, какую-нибудь вкусняшку другую именно собачью и дать ей, пускай она занимается этой вкусняшкой. Иначе я вам тоже, опять же, хочу напомнить, что ветврачи тоже люди. И поэтому в момент праздников они тоже отдыхают. Поэтому если что-то случится с вашей собачкой, не факт, что какой-нибудь из ветврачей придет вам на помощь. Следите за своими питомцами и старайтесь выполнять все правила собаковода. Тогда ваш любимец будет жить долго и счастливо. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего рожая вы найдете в торговом центре Галактика. С 23 по 25 декабря там проходит медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 23 по 25 декабря с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!